Добрый день, дорогие наши военнослужащие! Я рада приветствовать вас на ежегодном смотре конкурсе художественной самодеятельности «Матросская песня-2015». Я обещаю, что следующий наш разговор о Чечне будет не такой тяжелый, и мы, конечно, поговорим об успехах. Не только, конечно, трагедии и безнадега там были, но история – это не стол заказов и пожеланий в угоду своей аудитории. История – это зачастую горькая, но необходимая правда, необходимая во избежание повторения ошибок, потому что во имя этого кровавого опыта слишком многие пали, и мы не имеем права ретушировать их жертвы одним лишь густым слоем пафосной пропаганды официозам, игнорируя и не рассматривая объективно совокупность всех факторов и обстоятельств Чеченской войны. Поэтому сегодня мы с вами закончим, наконец, наш небольшой цикл о событиях, которые произошли в тени штурма города Грозного в конце 99-го и начале 2000-го года. И поэтому, перефразируя слова другого человека о других событиях, сегодня я не могу вам предложить ничего, кроме крови, пота и слез. И, конечно, сегодня мы вспомним о бои морских пехотинцев в горах Веденского района, который произошел в последний день 20-го века, буквально в те самые часы, когда шел бой 84-го разведбата на другом краю Чечни, в Дубайорте. Со времен советской армии части морской пехоты традиционно относились к элитным войскам с достаточно высоким уровнем боевой готовности, наряду с соединениями ВДВ и бригадами спецназа ГРУ. Поэтому, несмотря на общую пропасть, в которую провалились вооруженные силы в 90-е годы, такие события, как две Чеченские войны, не могли не затронуть и затронули абсолютно все соединения морской пехоты России. В условиях, когда боеспособные части для войны стягивали со всей страны, через две кампании в итоге прошли морпехи Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и даже Каспийской флотилии. Все они активно воевали, все они имели потери. Лидером по количеству потерь и сроку пребывания в Чечне за обе войны стала 61-я Киркенесская отдельная бригада морской пехоты Северного флота, а точнее ее 876-й отдельно-деснатно-штурмовой батальон, которым и была представлена бригада в чеченских войнах. 876-й батальон соединения легендарное. Известность батальону принесли еще бои в январе 95-го года в Грозном. Именно морпехи этого батальона принимали участие во взятии дворца Дудаева. Именно повешенная бойцами этого батальона тельняшка стала первым российским импровизированным флагом над дворцом. В общем, участие североморцев в Первой Чеченской войне оказалось интенсивным и кровавым. Но это отдельный разговор. Вторая война началась для батальона не в такой спешке, как первая. Отправка личного состава батальона из пункта постоянной дислокации в поселке Спутник Мурманской области в Дагестан, то есть с севера на юг практически через всю страну, производилась с 8 по 13 сентября 99-го года. То есть война шла уже ровно месяц. Ко времени сосредоточения батальона в городе Касписк 20 сентября боевые действия в Дагестане уже закончились. Морпехи приступили к подготовке к предстоящим действиям уже на территории Чечни. Надо отметить, что путь батальона в период описанных событий был запечатлен на известной любительской видеосъемке, которая является ценным источником оригинального видеоряда и хронологии боевого пути североморцев. Например, попал на кадры и командующий Северным флотом адмирал Попов, который 13 сентября провожал морпехов на войну. В республике Дагестан совершена агрессия. Сила бандитов в территории Чечни пытается захватить часть районов и селений республики Дагестан, которая является неотъемлемой частью Российской Федерации. Известным адмирал станет 11 месяцев спустя, когда публично попросят прощения у семей погибших подводников с Курска. Да, трагедия Курска с предшествующими ей бартаком и халатностью произошли при Попове. Но вернемся в сентябре 99-го, в Дагестан, где североморцы готовились к предстоящим боям. 876-й батальон представлял собой усиленную батальонную тактическую группу 61-й бригады. То есть на базе самого батальона фермировали боевую группу с дополнительными средствами усиления со всей бригады. Поэтому помимо двух десантно-штурмовых и одной парашютно-десантной роты, в эту группировку включили минометную батарею и дивизион самоходок Гвоздика из 61-й бригады. Батальон передвигался на бронетранспортерах. Однако в составе батальона не было своей штатной разведроты. Поэтому в Дагестане батальону придали разведроту 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Черноморцы приняли активное участие в боевом пути 876-го батальона. Воевали бок о бок с североморцами. Это мы еще подробно опишем. 30 сентября 1999 года российская армия вошла на территорию Чечни. Морских пехотинцев не сразу бросили в бой. Они вошли в Чечню с Дагестана в составе восточной группировки российских войск лишь 6 октября. Продвижение сперва шло по северной, равнинной части Чечни, которую, как и в Первую войну, заняли без особых проблем и потерь. Противник отступал на юг. Переправившись через реку Терек, следующей важной целью на пути группировки был город Гудермес. Здесь уровень сопротивления противника был уже иным. Здесь произошел первый серьезный бой морпехов и первые потери. 25 октября огнем из осады был поражен один из бронетранспортеров, в котором погиб первый североморец на Второй Чеченской войне – Константин Сазонов. Гудермес обороняли серьезные силы под руководством известных полевых командиров братьев Ямадаевых, которые были здешними уроженцами и фактически правили Гудермесом. Братья поддерживали в свое время Джохара Дудаева. Однако после его гибели и окончания Первой войны они выступили резко против усиления влияния ваххабитов. В 1998 году люди Сулима Ямадаева и ваххабиты друг друга уже просто убивали. А в начале 1999 года Сулима Ямадаева ваххабиты ранили при покушении. К началу Второй Чеченской войны между кланом Ямадаевых и ваххабитами шла местная война. Поэтому, сыграв на этих противоречиях, российское командование смогло договориться с братьями и убедить их без боя сдать Гудермес в начале ноября. Ямадаевы перешли на сторону федеральных сил. В 2000-х годах братья активно воевали с террористическим подпольем, а знаменитый ямадаевский батальон «Восток» принял участие в пятидневной войне в Южной Осетии. Судьба братьев широко известна. Одного из них убьют боевики в 2003 году, а двое других будут убиты в мутных заказных убийствах. Скорее всего, в ходе внутренних политических разборков в Чечне. Таким образом, морские пехотинцы избежали серьезных боев за Гудермес. И после взятия города расположились недалеко от местечка Мил-Чхи, возле известного в дешних краях горячего источника. Здесь батальон пребывал в относительном спокойствии до конца ноября 1999 года. Однако вскоре последовал приказ на наступление в южном направлении, в сторону Горной Чечни. Командование группировки войск в Чечне решило, что в Южной Чечне отдельный десантно-штурмовой батальон будет нужнее, чем в предстоящем штурме Грозного, который, как известно, собирались брать силами внутренних войск. Так что вернуться в город, который они помогли взять в 1995 году, североморцам было не суждено. Вместо этого 1 декабря 1999 года они выдвинулись на юг, в сторону Алероя и Центароя, проезжая мимо разрушенных нефтехранилищ и самодельных нефтеперегонных заводов. В начале декабря батальон без потерь захватил укрепленные позиции бояков на высотах вокруг Алероя, успешно блокировав населенный пункт. После Алероя был блокирован Центарой. Здесь 14 декабря в засаду попали разведчики, исприданные североморцам разведроты Черноморского флота. Именно этот эпизод запечатлен на знаменитой серии фотографий, сделанных военным фотографом Юрием Козыревым. В ходе боя погиб один черноморец, младший сержант Нур-Улан Нигматуллин. Еще трое разведчиков в этом бою были ранены. Так или иначе, ценой потери одного бойца задачи по блокированию Алероя и Центароя были выполнены. И здесь кому-то из оперативных умов в штабе восточной группировки приходит мысль сменить направление дальнейшего наступления 876 батальона в направлении Веденского ущелья. Было решено батальон использовать не для дальнейшего наступления на юг в сторону Ведено, а вывести на территорию соседнего Дагестана, перебросить его в Ботликский район и уже со стороны Дагестана через труднодоступные горы Индийского хребта войти в Веденское ущелье с южной стороны. Предполагалось, что это направление в силу непроходимости гор не прикрывается боевиками и получится внезапный для противника удар в тыл с последующим взятием Ведено. 16 декабря 876 батальон получает приказ командующего восточной группировкой генерала Трошева на совершение марша в Дагестан в район Ботлиха. Батальон совершает четырехдневный марш, сосредотачивается в районе Ботлихского аэродрома, откуда 20 декабря начинает движение через Индийский горный хребет в сторону Веденского ущелья. Дорожная сеть здесь уже стала намного хуже для движения техники. К 27 декабря морские пехотинцы, преодолев перевал Индийские ворота, вышли к южной стороне Веденского ущелья. Дальше предстояло взять первый крупный населенный пункт на пути к Ведено – село Храчой. Здесь дорога фактически кончилась, превратившись в горные тропы. Еще сильнее ухудшил проходимость выпавший в горах снег. Так что наступление на Храчой фактически проводилось в пешем порядке. Морские пехотинцы даже переняли опыт противника и продвигались с помощью гужевого транспорта. Со стороны небольшие цепочки вооруженных людей, передвигающиеся горными тропками с вереницей нагруженных снаряжением ослов, вполне походили на отряд бояков. Собственно, главный изъян внезапного удара по боякам со стороны гор с территории Дагестана заключался в характере местности, которая не позволяла использовать наступление на Храчой какую-либо технику. И речь не только о бронетехнике, например, танках, которые теоретически можно было бы придать морпехам для непосредственной поддержки в бою. Отсутствие даже штатных морпеховских бронетранспортеров лишало подразделения мобильности. Ограниченность горных троп вынуждала действовать небольшими обособленными пешими группами. Как мы сейчас увидим, действовали морпехи отдельными взводами. В случае тяжелой ситуации с одним из взводов, помощь нельзя было перебросить быстро на колесных БТРах, в случае чего пришлось бы идти пешком. Ну и плюс к этому затруднялось своевременное обеспечение наступавших в горах боеприпасами, а также своевременная эвакуация раненых. Все эти задачи в горах, в принципе, должны были решать вертолеты. Но как было поставлено дело в взаимодействии с вертолетами, и как это все происходило на практике, мы скоро увидим. В общем, данная операция несла определенный риск. Но главным плюсом, который, видимо, в глазах российского командования перевешивал все риски, являлся фактор внезапности. Расчет строился на том, что Бувьяков-то в принципе на подступах к Карачою с юга не окажется. Видимо, чтобы так считать, были основания. Например, данные разведки. Если так, то российская разведка в очередной раз работала не очень, так как, выйдя на подступы к Карачою, морские пехотинцы обнаружили перед собой на господствующих высотах у села укрепленные позиции противника. Вероятно, появление российских войск с этой стороны действительно удивило боевиков. Однако противник, как оказалось, держал этот вариант в уме, и все же имел здесь определенные силы для прикрытия Карачоя. Чуть позже скажем о численности этих сил. По составу же этой группировки наиболее вероятным вариантом являются отряды Шервани Басаева, родного брата Шамиля Басаева. Веденский район – это вотчина семьи Басаевых, а эта семейка – это не клан Ямадаевых. С этими договариваться было бессмысленно. Сам Шамиль в представлении его репутации не нуждается, но помимо него против федеральных сил воевал его отец Салман и оба брата. Шервани, хоть и остался в тени своего брата, был на самом деле видной и уважаемой фигурой в независимой Эчкерии. Вот он, кстати, играет в шахматы с генералом Лебедем. В период независимости Шервани был министром топлива и энергетики, то есть был наряду с братом главным в республике по распилу нефтепровода с помощью всех этих кустарных мини-заводов. Бизнес очень прибыльный. Басаевы не только головы умели резать и людей похищать. Как говорится, крутились везде, как могли. В декабре 99-го Шамиль Басаев со значительной частью своих людей находился в Грозном. Но, конечно, ставить свой родной район вообще без прикрытия он не мог. И есть информация, что как раз Шервани в это время возглавлял Буяков в Веденском районе. Здесь же, вероятно, находился и отец Басаевых, Салман. Так или иначе, морским пехотинцам не оставалось ничего, кроме как начать планировать операцию по взятию господствующей над Харачоем высоты. Гора эта, с высотой свыше полутора тысяч метров, называется Гищены. 30 декабря было решено захватить ее силами парашютно-десантной роты. Первые и второй взводы роты должны были наступать на подножие высоты, выдавливая Буяков с нее. Третьему взводу, старшего лейтенанта Александра Абаджерова, была отведена главная роль. Он должен был скрытно обойти высоту и занять огневую позицию в тылу противника на пути их возможного отхода. В силу необходимости раннего занятия позиции для засады, взвод Абаджерова должен был выйти раньше других, уже с утра 31 декабря. Второй десантно-штурмовой роте отводилась второстепенная роль. Она должна была силами одного своего взвода занять пустующую безымянную высоту с отметкой 14.06, чтобы с нее прикрывать правый фланг наступления соседней роты. Задача занятия этой высоты была поставлена в взводу лейтенанта Юрия Курякина. Для выхода на высоту в взводу придали разведгруппу из состава разведроты 810-й бригады Черноморского флота под командованием старшего лейтенанта Игоря Шарашкина, а также артиллерийского корректировщика, старшего лейтенанта Семена Соболя. Всего 26 человек. Днем 30 декабря высота ими была занята, противника на ней не обнаружено, правда были обнаружены вырытые окопы и землянка, которые морпехи заняли. Однако противник был на соседней высоте, которая находилась выше и являлась более удобной для наблюдения. Видимо поэтому высота 14.06 с землянкой и окопами была боевиками оставлена. Соседней высоты, с удобной позиции сверху вниз, боевики сразу стали обстреливать морских пехотинцев и стрелкового оружия. Огонь был беспокоящий и не очень прицельный, но одна из пуль ранила командира взвода Юрия Курягина. После чего корректировщик Семен Соболь запросил огонь минометов, после удара которых боевики замолчали. Однако, как выяснится, не прекратили наблюдения за высотой. В свою очередь, узнав о стрельбе и ранении взводного, на высоту решил прибыть лично командир роты, капитан Алексей Милошевич, с двумя бойцами. Убедившись, что ранение несерьезное и огонь противника прекратился, Милошевич доложил по рации обстановку командиру 876 батальона, подполковнику Анатолию Белезека. Белезека, выслушав доклад, предложил, ввиду непонятной обстановки и наступления ночи, покинуть высоту. Но Милошевич твердо ответил, что ситуация под контролем, и они смогут переночевать на ней. Милошевич решил остаться на ночной высоте вместе со взводом. Итого, в ночь на 31 декабря на высоте 14.06 находилось 29 морских пехотинцев, в том числе 4 офицера. Почему имеющий опыт еще 1-й военный капитан Милошевич не рассматривал вариант с ночной атакой бояков на высоту, мы не знаем и не узнаем уже никогда. Возможно, расслабленное отношение было вызвано тем, что на следующий день роте никто не ставил никаких активных задач. Было известно, что наступление будет вести соседняя рота, а эта высота является абсолютно второстепенной. Однако мы можем предположить, как ситуация оценивалась противникам. А война – это всегда цепочка решений, принимаемых обеими сторонами. На противоположной стороне находились не роботы-боты из компьютерной игры стрелялки, а люди, перед которыми стояла задача эффективного противодействия российской армии, имеющей преимущество в технической огневой мощи, бронетехнике, артиллерии и авиации. Поскольку, как ни странно, эти люди собирались выжить и побеждать, а не проиграть и умереть, по богатому опыту Первой Чеченской войны была выработана определенная тактика войны с российской армией. Она предполагала ведение боевых действий в горно-лесистой местности, позволяющей маскироваться и придвигаться незаметно для авиации. Активные действия – производить либо ночью, либо в плохую нелетную погоду. И, наконец, в случае любой малейшей возможности вести подвижную оборону, стремительно и агрессивно атакуя отдельные российские подразделения, которые находились в невыгодном положении – на марше, на привале, либо не успев закрепиться на определенной позиции. Тактика подобных атак подробно описана в известной статье о гибели 6-й десантной роты. Боевики действовали группой в 50-70 человек, разделенных на две подгруппы – огневую и нападение. Пока подгруппа нападения обозначала атаку с фронта, огневая подгруппа наносила удар во фланг, быстро сближаясь на предельно близкую дистанцию боя, лишая возможности вызвать артиллерийскую поддержку. Давался залп из гранатометов или подствольников, снайперы поражали командиры и радистов, после чего боевики врывались в расположение позиции, добивали раненых, контуженных и уцелевших, собирали трофеи и также стремительно отходили. Такие атаки длились считанные минуты. И во Вторую Чеченскую войну такая тактика успешно противникам применялась. Помимо 6-й роты, именно так противник действовал под Харсеноем в феврале 2000 года, под Серноводском в октябре 99-го и ряде других случаев, когда боевики достигали успеха. Конечно, такие акции требовали определенно сложившейся обстановки, которая чаще всего складывалась не из-за действий боевиков, а из-за ошибок российского командования. Кроме этого, это требовало серьезной организации руководства, а также серьезной выдержки и решимости конкретного командира боевиков. Поэтому далеко не все отряды боевиков и не всегда действовали так. Альтернативой было вырыть окопы и обороняться против российской армии до последнего. Однако никакие глубоко вырытые окопы, а боевики их умели рыть и рыли активно, не спасали от ударов артиллерии и авиации. И такое сидение в обороне обычно заканчивалось рано или поздно либо рассеиванием на мелкие группы и вынуждением к отступлению, либо погребением боевиков в этих самых окопах. Вот под Алироем боевики противопоставили морпехам такое сидение в окопах, которое перемалывали успешно и без потерь. Что можно было противопоставить в свою очередь такой тактике боевиков? Принимать меры повышенной постоянной готовности. Александр Абаджеров, один из главных героев сегодняшнего рассказа, командовал, и есть такое мнение, о лучшем взводом во всем батальоне. Так вот, у него было железное правило. Любой привал больше, чем на полчаса или ночевка, и взвод сразу обустраивает позицию, врывается в землю, размещает пулемет «Утес», выставляет посты и минные заграждения. Если гибель шестой роты это ярчайший пример успешности тактики боевиков, то за несколько часов до этого произошел бой боевиков с третьей парашютно-десантной ротой, которая свои позиции оборудовала по всем правилам и без убитых со своей стороны отразила атаку. В теории и российские офицеры, и командиры боевиков знали, какой тактики придерживаться в зависимости от обстановки. Но теория – это теория, а реальность – это реальность. И, как видим, по обе стороны полно примеров как успешных действий, так и ошибок. Так вот, то, что произошло на высоте 14.06 ранним утром 31 декабря 1999 года, к сожалению, представляет собой пример, когда неизвестный местный командир боевиков принял решение не сидеть и дальше, окопавшись на своей высоте, ожидая, пока его заблокируют и вытеснят или уничтожат, а провести быструю контратаку на высоту, пока морские пехотинцы не успели здесь оборудовать позиции или получить подкрепление. А российские офицеры, в свою очередь, пренебрегли мерами повышенной готовности. Вершина высоты ровная и достаточно широкая, поэтому создать плотную оборону по всему ее периметру, имея трех десятков людей, не получалось. Половина личного состава вместе с офицерами разместилась на ночь в оставленной боевиками землянке. Остальная половина была расставлена постами по всему широкому периметру высоты. Несмотря на то, что на высоте была разведгруппа старшего лейтенанта Шарашкина, разведка с момента подъема на высоту днем 30 декабря не производилась. Наконец, никаких мер по инженерному оборудованию опорного пункта предпринято не было. Чтобы не казалось, что я это беру из головы и занимаюсь диванной аналитикой, я цитирую старшего лейтенанта Абаджерова, единственного участника боя среди офицеров, который остался в живых. Причем он написал все предельно честно, жестко и профессионально. На что хотелось обратить особое внимание. Это на несерьезное, по-другому я не могу сказать, отношение офицеров к оборудованию опорного пункта. Толком ничего не было сделано, в землю не врылись. А копчик, где размещалось управление, и землянка. Вот и вся так называемая позиция взвода, которую я увидел. Саперных лопат при себе не было. Подступы к высоте не были прикрыты ни минами, ни растяжками на сигнальные ракеты и F1. А это нужно было сделать сразу, как только появилось время. Незамедлительно. Время у них было, целая ночь. Если бы высота была прикрыта растяжками, налет не был бы столь внезапным. Они бы успели среагировать и что-то сделать. Разведчики противника продолжали наблюдение за высотой вплоть до утра 31 декабря. В течение ночи боевиками была собрана группа для атаки высоты, которая утром незаметно выдвинулась максимально близко к позициям морпехов. Утром стал густой туман, которому добавилась низкая и плотная облачность. Я напомню, события происходили на высоте полторы тысячи метров. На кадрах, сделанных тогда в тех местах, видно, что часто подступы к вершинам закрыты белой пеленой. Вот под прикрытием этой пелены боевики скрытно сумели приблизиться к высоте на расстояние буквально 15 метров. Ночь на высоте я прошла беззаботно и спокойно. В 8 утра сменились посты, сразу после чего боевики, то ли дав залп из гранатометов, то ли просто забросав гранатами, ввиду небольшого расстояния. Атаковали позицию, на которой находилась землянка, со всеми офицерами и радиостанциями. Сразу погиб взводный Юрий Курягин. В бой вступил лично, пытаясь организовать оборону капитан Милошевич, однако вскоре погиб и он. Оба командира, погибшие в первые минуты боя, не успели сообщить об атаке. Корректировщик Семен Соболь, у которого была своя рация, с самого начала вступил лично в бой и вел огонь, и просто не успел воспользоваться своей рацией. Вскоре погиб и он, а все рации были быстро выведены из строя огнем противника. Последний, кто попытался организовать оборону высоты, был сержант Владимир Таташвили, еще с осеннего призыва 1997 года. То есть он уже был дембелем, со сроком службы более двух лет, и по воспоминаниям с лидерскими качествами и авторитетом среди заслуживцев. Однако он быстро погиб, после чего организованное сопротивление на высоте прекратилось, и весь взвод просто рассеялся. Все эти рассказы журналистов, что Семен Соболь успел крикнуть в рацию «Нам хана!», после чего связь оборвалась, ничем в настоящее время не подтверждаются. Оставим это на совесть журналистов. Как и рассказы о применении боевиками огнеметов «Шмель», с красочными описаниями, как морские пехотинцы вмиг превращались в зажженные факелы. Видимо, услышав о возможном применении противником в бою огнеметов, журналисты, услышав данный термин, дальше включили уже свою фантазию. Однако эффект от применения «Шмелей» выглядит вот так. На известной записи изображены тела погибших морских пехотинцев. Это тяжелые кадры, но довольно известные, на которых видно, что превращенных в пепел людей там нет. Так что вопрос применения «Шмелей» боевиками остается спорным. Мы доверимся нежурналистам Александру Абаджерову, который утверждает, что большинство убитых были от применения противником гранат. Это больше похоже на правду. Численность атаковавших боевиков обычно указывают от 150 до 200 человек, из которых 52 боевика, вот ровно 52, были убиты. Самая крупная группировка боевиков в Чечне на тот момент находилась в Грозном. Она насчитывала от 3 до 3,5 тысяч человек. Второй крупнейшей группировкой республик являлись отряды Хаттабы в Аргунском ущелье. Они насчитывали в совокупности до 1000 человек. В Иденском районе общая численность бояков была значительно меньше этих двух группировок и вряд ли составляла более 300 человек. Это во всем районе. Конкретно в районе Храчоя численность бояков нужно оценивать по итогам боя 6 января. Сбегая вперед, именно в этот день будет взята гора Гищены. За эту операцию командир разведроты капитан Владимир Корпушенко получит звание Героя России. Так вот, в официальном описании подвига указано, что гору Гищены, которая являлась главным узлом обороны противника под Харачоем, обороняли до 40 боевиков. А общая численность противника в районе Храчоя составляла примерно 70 боевиков. Эти цифры более реальные. 31 декабря их было, ну может быть, до 100 человек в данном районе. Что немало в этой местности. Это практически столько же, сколько против них здесь действовало морских пехотинцев. Часть боевиков они в любом случае оставили в качестве гарнизона на горе Гищены. Но для короткого массированного сосредотачивания сил для атаки высоты 1406 противник вполне мог собрать 50-70 человек. Этого было более чем достаточно, чтобы применить свою тактику атаки двумя подгруппами и создать численное преимущество на направлении главного удара. Все произошло очень быстро. Буквально 10-15 минут и все офицеры погибли. Взвод был разгромлен. Противник занял высоту и землянку. Те моропехи, которые находились на постах на другой стороне периметра высоты, видимо, даже не успели принять участие в бою. И стали просто поспешно отступать с высоты. В это самое время утром взвод Александра Абаджерова в составе 18 человек выдвинулся для выполнения ранее поставленной задачи. В начале движения, примерно в двух километрах от себя, на высоте 1406 он услышал звуки боя. Абаджеров сразу запросил Юрия Курягина, позывной которого был Карабин. Карабин молчал. Тогда Абаджеров принял решение продвигаться к высоте для оказания возможной помощи. Когда его взвод туда вышел, боевики уже успели ее покинуть, отправившись преследовать отступающих с нее морских пехотинцев. Абаджеров обнаружил на высоте 12 убитых морпехов, в том числе всех офицеров. Еще двоих раненых, которых не заметили и не добили боевики. Еще трое бойцов просто чудом выжили, оставшись в землянке, которую в горячке боя боевики не проверили. Буквально окинув взглядом поле боя, я сразу понял, что занимать всю высоту нельзя. Иначе нас скинут отсюда, очень даже быстро. Абаджеров приказал незамедлительно окапываться в землю на левой, более удобной для обороны стороне вершины, защищать которую реально хватило бы личного состава. С собой на 18 человек взвод Абаджерова притащил два пулемета, в том числе утес, для которых тут же оборудовали позиции. Абаджеров связался с батальоном и сообщил, что произошло. Только тогда командованию стало известно о разгроме взвода Курягина. В этот момент к высоте вернулась группа боевиков после преследования уцелевших морпехов. Боевики собирались собрать трофеи на высоте, но попали под неожиданный для себя огонь пулеметов. Поначалу противник пытался вступить в бой, но Абаджеров запросил огонь минометов и после нескольких залпов противник отошел, больше не предпринимая попыток овладеть высотой. Во взводе Абаджерова в ходе боя погибших не было. Если бы не действия Александра Абаджерова, пятеро, оставшихся на высоте уцелевших морпехов, после возвращения бояков неминуемо были бы обнаружены и обречены. Эвакуировать раненых с высоты можно было только по воздуху. Однако вертолет ждали еще три часа после окончания боя. Когда он прилетел, было слишком поздно для тяжело раненого Дмитрия Щегурова. Он умер от ран, став тринадцатым погибшим морским пехотинцем в тот день. У противника были убитые, но явно не пятьдесят два, как пишут журналисты. Ни одного тела на поле боя противник не оставил. Да и убитые, скорее всего, были уже в ходе боя со взводом Абаджерова. К вечеру огонь противника прекратился окончательно. На высоту наконец-то подошли основные силы роты. После чего Абаджеров с еще одним сержантом лично окольцевал высоту растяжками F-1 и сигнальными ракетами. За этим занятием морские пехотинцы и встретили. Новый год и новые тысячелетия. Естественно, планируемая операция по взятию Гищины была перенесена. Как я уже сказал, ее взяли только 6 января. Полностью Веденский район перейдет под контроль российской армии лишь в феврале. То есть стремительного и внезапного для противника продвижения в Веденском ущелье с юга не вышло. До 31 декабря батальонная тактическая группа морской пехоты, наступая с севера на юг, потеряла двоих человек убитыми. После попытки внезапного для противника удара с гор за один день получили 13 убитых. Насколько целесообразным оказался этот план, сложно сказать. Может и был в нем резон. Не будем заниматься пустым критиканством, пусть каждый сделает свои выводы. Не знаю, байка или нет, но пишут, что Александра Абаджерова представили к званию Героя России. Однако в Москве в управлении кадров кадровик спросил его, сколько было убитых в его взводе за время Чеченской войны. И когда Абаджеров ответил, что ни одного, лишь трое раненых, удивленный кадровик ответил ему. Да ты не воевал, старший лейтенант, тебя еще герои представляют. В итоге дали Орден Мужества. Редактор субтитров А.Семкин